Так, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, Александр Николаевич, давайте, мы начинаем нашу работу. Ну, как известно, ПАО ПЦС нам всегда присылает нормы в Академию на рассмотрение. И для этого у нас существует специальный совет по техническому нормированию, на котором мы рассматриваем все нормы, которые нам присылают. Но в данном случае мы немножко нарушили порядок, мы решили рассмотреть пока нормы, которые разработаны в днице строительства, рассмотреть предварительно. Вот, потому что они еще, в принципе, висят на сайте, еще там, возможно, неделю, может быть, дней 10 они будут писать на сайте, потом порядок такой. После того, как они все замечают, ну, на сайте будет написано, что рассмотрение их там уже, они с сайта снимаются, значит, необходимо будет собрать все замечания. Эти замечания рассмотреть, на них сделать сводку замечаний, отметить, что принимаются, что нет, а корректировать нормы, насколько это будет принято тем коллективам, которые их разрабатывали. Но мы решили просто предварительно рассмотреть, может быть, обустроить такое общественное рассмотрение. Поэтому, значит, заседание нашего совета по техническому регулированию объявляется открытым. У нас есть председатель нашего совета по техническому регулированию, это академик Петр Виктор Сергеевич. Вот он и будет вести спасибо. Продолжение следует... 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 в рамках публичного суждения, то есть его в принципе могло и не быть. Специалисты писали на свои предложения, замечания, не дали его так, но в связи с тем, кто в обсуждении этого широкого общественного резонанса было решено построить работу именно таким образом. Уважаемые коллеги, в июне этого года... Владимир Павлович, я думаю, как слышно будет, как батюшка летать микрофон? Лучше не было. Лучше микрофон. Владимир Павлович, вы можете сесть? Спасибо. В июне этого года в Павловской ЦРС было проведено совещание, с ведущими специалистами по сейсмологии и сейсмостойкому строительству с целью выработки направления развития отморок по сейсмостойкому строительству. В сложившейся ситуации было принято решение двигаться по двум направлениям. первое, в срочном порядке исправить, заменить или изменить действующий снег 14-13-330 от 18-го года, который не соответствовал никаким требованиям сейсмостойкому строительству, и в адрес которого было множество нареканий. Юрий Павлович, вы все же громкоговоритель говорите. Подчетчик. Этот документ не выдерживал никакой критики, был несопоставим с нормами других стран США, Европы. Даже норма Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран республик бывшего СССР является в научном плане на порядок выше этого документа. Дошло до того, что лидером в области сейсмостойкого строительства в СНГ избран Казахстан, а головным институтом является Казни ИСАН. Все это требовало срочного изменения, переработки СНГ 14-13-330-2018. На это выделялось минимум времени – месяц-два. В качестве исполнителя был выбран НИД строительства. Целевым руководителем разработки был назначен Назар Мепа. Второе. Предлагалось параллельно вести наработку для подготовки норм так называемого нового поколения, которые бы соответствовали мировому уровню, в которых было бы учтено два уровня воздействия с различной повторяемостью землетрясения. Была бы учтена система предельных состояний, учтено накопление повреждений и другое, то, что сделано в передовых нормах. В результате выполнения этих решений 25 июня 2019 года был заключен договор, номер 177 от 2019 года. Между ФАО, ФЦС и АО НИД строительства на выполнение работ по теме проект изменений СП 14, 13, 330, 20, 18. Сроки выполнения работы начало 25, 06, 19, полное окончание 31, 12, 19. Работа выполняется в два этапа. Первый этап – проект изменений с 25, 06, 19, по 27, 08, 19. После выполнения первого этапа работы проект вывешивается на обсуждение, собираются замечания, вносятся коррективы и окончательная работа сдается 31, 12, 19 года. Субподрядчиком по сейсмологической части работы был выдан Институт физики Земли РАН, который рекомендовал применять карты ОСС 16 года. Работа выполнялась в соответствии с данным графиком, и результаты ее первого этапа были сданы 27, 08, 19. По ходу выполнения работ первые ее редакции отсылались к коллегам, и результаты корректировались в соответствии с их замечаниями. По окончании работы и после прохождения всех обязательных процедур, она официально была размещена на сайте Росстандарта для публичного обсуждения. Сразу же начали поступать замечания и предложения, которые необходимо обсуждать отдельно. Мы их систематизировали, Ростан Каганович доложит об этой систематизации. Работа состоит из 10 разделов основного содержания. Приложение из КАП ОСС 16 года и списка нацеленных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы МСК 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности. А. 10% вероятность превышения или один раз в 500 лет. В. 5% вероятность превышения один раз в 1000 лет. И. С. 1% вероятность превышения один раз в 5000 лет. В. 6% вероятность превышения один раз в 100 лет. Что сделано нового в работе? Первое. Введен новый раздел. Номер 6. Сейсмические воздействия и сейсмичность площадки строительства. Аналогичный раздел существует в нормах Казахстана. И. С нашей точки зрения он хорошо связывает календару. В этом разделе введены понятия уровня воздействия. Это новое понятие. Под которым понимается частота повторяемости землетрясения. Его вероятность реализации. Которая определяется картами ОСФ. Длина ОСФ 16-го года в баллах и в соответствующими определенными ускорениями. Таким образом уровень воздействия это вероятность реализации. Это частота повторяемости. Или карта. Танки или иная. Которые отражены в этой карте. Отмечается, что в рассматриваемом проекте СП 14-13-330. Для расчета и проектирования применяется один уровень. Сразу сказано, что применяется один уровень. Я обосновлю это. И покажу, как это получилось. И не надо замахиваться на два уровня. Мы еще не доросли до двух уровней. Применяется один уровень воздействия. Определенный по одной карте для рассматриваемого объекта. Как это сделано? Во всех подчеркиваниях СП 14-13-330. Начиная от 14-го года, 15-го года, 16-го года и 18-го года. Я все это готов показать прямо на экране, как это прописано. При этом этикетки к органу воздействия приклеивались разные. ПЗ, МРЗ, РЗ, КЗ. Но вероятность реализации воздействия была одна. Вот эти ПЗ, МРЗ, КЗ и РЗ разбавлялись детерминированными коэффициентами, чтобы развести и создать, как якобы, видимость двух уровней. Нет там двух уровней, уважаемые коллеги. Перейти на двухуровневые расчеты на основе карт баллов невозможных, необходимых карт ускорения, как это было сделано в США, в Европоле и в Казахстане. Первая попытка ввести два уровня воздействия на основе двух карт баллов, соответствующих ПЗ и МРЗ, была сделана в 2007 году. Но она не уменьшалась успехом по рядам причин. В том числе, что и переход с одной карты на другую увеличивает ускорение скачком в два раза. Вот в этом проекте 2007 года, который был начат в Европе, рассматриваться и потом отложен, введено ПЗ и МРЗ на основе двух карт, а не одной карты. В последующем стали формулировать ПЗ и МРЗ по одной карте, разводя различными коэффициентами, но вероятность и частота события оставалась одной и той же. Без современных карт ускорениях невозможно сформулировать два уровня воздействия, а без них невозможно ввести систему предельных состояний. Система предельных состояний вводится только под два уровня. Чтобы получить два уровня, надо видеть карту в ускорении, когда более гибко определяется уровень воздействия. Как это сделано в Казахстане? Нет скачка в два раза. Второе. Структурно создан новый раздел 8. Расчетные сейсмические нагрузки. В разделе отражения требования, применяемые пространственными моделями сооружений, которые в настоящее время внедрены практически во все программные комплексы. Это подчеркивает, что эти пространственные расчетные модели работают уже во всех программных комплексах лет 20-30, а то и более. Формировка этих требований необходима для того, чтобы в законе, уже давно применяемой проектировщиками модели сооружений, обосновать объективные последующие прохождения экспертизы, которые для этого сделаны. В результате сформулирована новая система методов в разделе, сформулирована новая система методов расчета. Первое. Расчет для проектировки сооружений. Это основной расчет, который входит за проектировщик. Проектировщику надо назначать сечение, подбирать арматуру, определять площади соответствующих несущих конструкций. Это делается в первом этапе. Второе. Для выявления зон и проверки уровня пластической деформации выполняются расчеты во временной области без учета первоначального развития деформации. Без К1. К1 равно единице. Это нам подчеркнуто. Некоторые товарищи взяли и перемножили этот коэффициент К1 на коэффициент К ответственности и утверждают, что нагрузка в 5 раз возросла. Тогда как на самом деле в результате интегрирования уравнений учитывается нелинейность, которая редуцирует жесткость. И она приближается к той же жесткости, которая обозначается К1, равная 0.20. Для выявления, для контроля, за исключением огрушения, введем третий этап. После того, как выявили зоны развития пластической деформации, зоны разрушения, установили их объем. Следует проверить, здание выстоит или выстоит. Разумеется, оно уже прогрещало. И по никаким коэффициентам К1 оно не подчинено. В связи с внедрением новых высотных и большепровертных зданий и сооружений, в разделе введены новые графики коэффициента динамичности, что очень важно, которые подлинны до периода колебаний до 5 секунд. То есть мы распространили эти коэффициента, обработав огромное количество акцелерограмм, проанализировав весь мировой опыт, опубликовали статью, соответствующую с Владимиром Ильичем, в журнале «Расса», где опознавали вот этот график и его включили. В разделе отражены требования о необходимости учета пространственной ориентации воздействия, учета волнового характера состмического воздействия. Но формально эти процедуры не прописываются. Мы их только обозначили. Первоначально планировалось, что эти процедуры будут описаны в приложениях и эти процедуры подготовлены. Но когда их стали размещать, стало очевидно, что приложение ВСБ превратит его из нормативного документа в справочный или в справочное пособие. Необходимо отметить, что этот раздел не содержит деталировки этих процедур и допускает их вариацию. Я подчеркиваю, что возможны вариации. У нас одни предложения, кто-то предложит другие какие-то вариации. Но все они вписываются в этот СП, в положение СП. Это предмет дальнейших обсуждений, предмет подготовки пособий. Если в этом появится действительно необходимость, а не просто раздущий фарс, ради того, чтобы поиграть в этой области. По этой же причине все приложения, я еще раз подчеркиваю, все приложения СП, 14, 13, 330, 18-го года были исключены. Кроме приложения по сейсмологии. Оно осталось единственным. Там было во всех СНИПах. Всегда было одно приложение по сейсмологии. Мы вернулись к этому. Для того, чтобы показать актуальность проблем учета пространственной ориентации, воздействия, приведем маленькие презентации. По этому вопросу было много дискуссий. Чтобы их как-то исключить, хотелось бы показать небольшие презентации, абсолютно небольшие. Продолжение следует... Третий объект. Это объект из хозяйственной области СНИИСКО. Это объект из хозяйственного договора, заключенного с диском с архитектурной комиссией. Которая разрабатывается проект для строительства в городе Анатольево. Красивый очень объект. Все конструктивные характеристики показывают. Вот здесь промежуточные данные. А вот каковы формы колебаний этого двигателя. Вот первая форма колебаний. Обратите внимание, вот как она движется. И как вы думаете, по какому... Как приложить внешние воздействия для того, чтобы в этой форме реализовывался максимум. Наверное, по направлению движения я в этой форме. Вот там стрелочка и показано это направление. При этом... Это уже вторая форма. Вот первая форма. Вот вторая форма. Вторая форма колебаний, она уже другой характер в ней. И для того, чтобы реализовать максимум по ней, надо приложить другое направление воздействия. Тогда мы получаем во второй форме, опять же, максимум 220. Не прыгай со второй формы, пожалуйста. Тогда мы получаем во второй форме 224 мм, а по остальным, разумеется, меньше. И так далее. Можно третий показать, пожалуйста. Третья форма уже крутильная. И, разумеется, нарушается соотношение величин и величин. Таким образом, проблема учета пространственной ориентации сейсмического воздействия представляется какой-то непреодолимой, что ли. Эти алгоритмы давным-давно изложены. Они изложены еще в 89-м году, я опубликовал работы, где это все было изложено. И во многих программных комплексах они уже реализованы. Нет никакой проблемы для того, чтобы их использовать, применять. Можно показать другую презентацию, которую подготовила Елена Викторовна. Она без анимации, но... Вот здесь. Загрузится, комментирует. Все загрузили. Это стадионы, трибуны, сложные формы колебаний. Радиальные, тангенциальные. Как им прикладывают воздействия? Соответственно, таким образом, чтобы реализовывался максимум. Таким образом, мы гарантируем сохранность конструкции, независимо от того, какой придет ориентация. Какой она в улке. Показали? Да, в следующем. Ну, пожалуйста. В принципе, вот само выражение опасное направление, оно у многих вызывает отторжение просто потому, что люди не понимают, что это такое и как рассчитывать. Но все формулы есть, поэтому даже не пользуясь никаким МКИ-комплексом, можно рассчитать буквально в Матлабе для простой этажеристой перекрытия эти опасные направления, которые здесь показаны. Здесь причем и ротационные направления, и поступательные направления. Это все достаточно просто. Статья опубликованы в строительной механике расчете сооружений в прошлом году. Причем формулы там изложены и для интегрального модели сейсмического воздействия, и для дифференцированного здесь. Вот дифференцированная модель, когда опасные направления рассчитываются для каждопорной точки. Так что здесь, конечно, если есть какие-то вопросы... Спасибо. Если будут вопросы, тогда зададу. А сейчас продолжим. Доклад, потому что время ограничено. Алина, русский. Вот таким образом мы закончили маленькие презентации, и теперь вернемся к докладу. Вся совокупность вопросов, которые были подняты и решены во втором пункте, в восьмом разделе расчетной сейсмической нагрузки, определяет новую пространственную динамику сооружений и сейсмических воздействий, на основе которой уже можно сформулировать систему предельных состояний, конкретизировать конкретные повреждения по предельным состояниям сооружений при различных уровнях воздействия, на основании второго метода расчета, как это сделано в Норвахшан, Еврокоде. Когда третий метод расчета превращается в проверку достижения того или иного предельного состояния, рассчитываемого сооружения, он просто сводится к проверке. Появилось предельное состояние или не появилось. Разрушились перегородки или не разрушились. Что там еще разрушили? И в соответствии с этим принимаются проектирующие решения на стадии проектирования. Таким образом подготовлена вся необходимая основа для перехода в норму нового подразделения, представляющего второй этап сформулированного плана развития нормы. В соответствии с современными требованиями проектирования зданий и сооружений, конструировали их несущих конструкций, сформулировали новый раздел номер 8, жилые общественные производственные здания. В этом разделе появились новые подразделы, такие как навесные фасадные системы, чего не было раньше. Кстати, в том примере, который был показан на нашем сайте, в расчетную модель уже были включены навесные фасадные системы, которые рассчитывались вместе с основными несущими самостоятельствами. Разделы транспортных и гидротехнических сооружений остались без изменений. Все, я закончусь. Спасибо, Дмитрий Павлович. Уважаемый коллеги, прошу вопрос. Можно вопрос? При этом прошу о предсказательной организации. Вопрос. Пожалуйста, Валерий Павлович. Юрий Павлович, вот вышло СП 2018 года. Вы к этому СП какие-то замечания делаете или предлагаете новое какое-то СП, которое бы с вашей точки зрения было лучше? Вопрос неоднозначный. Вопрос такой, знаете, стандартность, с которого началась дискуссия. Это изменение или новый документ? Мы еще в 2016 году, когда рассматривали этот документ на ПК-7, был протокол, в котором сказано, что пункты его рассогласованы и изменить просто какой-то отдельный пункт, сохраняя остальные, невозможно. Потребовалось новую координацию всех пунктов. Что мы не сделали? А теперь, как хотите, так и рассматривайте. Это новый документ или изменение в стороне? И так, и так. Юрий Павлович, ведь так не бывает. Вы предлагаете Минстрою переутвердить СП или сделать редакционные изменения, принципиальные, может быть, непринципиальные? Можно однозначно ответить на этот вопрос? Мы предлагаем ту редакцию, которая есть однозначно. Ту редакцию с 19-го года. Вот я о ней и расскажу. Можно продолжить? Юрий Павлович, тогда, если можно, не вот весь ваш доклад, где проценты, последовательность какая-то, а вот концептуально СП 18-го года и то, что вы предлагаете, ну, допустим, СП 19-го, 20-го, 41-го, не знаю какого года. Что в СП 18-го года, что в СП 19-го года остался один уровень воздействия. Один и тот же, о котором нам еще прозвучат замечания, чтобы сохранить один. Это одно и динамика новая, абсолютно. Если раньше проектировщик читал с ним и смотрел на консоль, и у него с другой стороны были программные средства, которые нигде не применяли эту консоль, а применялась пространственная модель, то теперь мы развязали руки проектировщикам и сказали, вот тебе пространственная модель, а вот твои программные средства. Применяй и согласуй, и иди в экспертизу. И экспертиза также будет проверять. Пространственная модель, и как она реализована, программные средства. Новое, что мы добавили, это учебу пространственного характера существования. Здесь абсолютно. Юрий Павлович, Вы говорите о цифровых каких-то моделях. Может, аналитических, трудно сказать. Вы на этом как-то не концентрируетесь. А подоснова-то к ним есть, ведь наряду с моделями есть подоснова, которую можно использовать и нельзя использовать. Подоснова – это те экспериментальные данные в виде табличной формы, которые позволяют вводить в любую модель те цифровые значения, которые определяют, в конце концов, устойчивость или неустойчивость сооружений. Знаете, многодесятилетняя практика применения вот этих моделей себя оправдала и усердила. И ее надо просто принять. Что касается столь широкомасштабных экспериментальных исследований, то их в последнее время не делались. Они делались только во времена Полякова. Я помню эту большую модель, которая стояла в Сейсмом Сарфоне. И только... То есть экспериментальных подосновы нет, а внедрять надо. Тогда я вот так, Артем Ильич. Возьмите анализ последствий зимой трясений и посмотрите, как разрушаются здания. Вот на примере этих разрушений как раз и моделируются расчетные модели, чтобы исключить эти разрушения. Хотите за пользу меня? Вы что-то говорите. Непонятно. Понятно. Еще раз вопрос, пожалуйста. Нет вопросов. Пожалуйста. Кто желает? Ваш вопрос есть? По осуждению. Можно? Пожалуйста. Если можно, я предоставлю. О, я вас прошу. Владимир. Пожалуйста. Я отрицироваюсь. Перемоток, Матоги Викторович, иностранный член РАСН, Киев, одновременно компания «Странсофт», которая разработала упомянутые программами здесь проявления. Сейчас мы можем... Сейчас на минуту, что я вам... Лучше. Я хочу напомнить, что мы являемся научно-техническим советом, и поэтому, может быть, нам следует не ограничиваться только тем, что было предусмотрено техническим заданием на разработку, а с вами попробуем по сути. И именно так я буду сказать свое выступление, с вашего позволения, если у коллег нет возражения против того, что мы постановка из обращения против того, что это не ограничивается. Значит, я оформлю свое выступление в виде нескольких тезисов. Первое. Упомянутая проблема приходного расчета во всем мире принятая. Одного уровня процедура не представляется просто вчерашним дням. И сегодня снова ее подморачивать, потому что, по крайней мере, научно-неприлично, я так сказал. Кроме того, добавляется третья проверка – расчетно-прогрессирующее обрушение. Причем в тексте сказано, но при этом используется тоже сейсмическое воздействие, которое использовалось в первых двух расчетах. То есть нарушается основой принцип проверки на прогрессирующее обрушение, что удаляется в какой-то элемент, рассматривается только в постоянном предприятии генерал-грусской, а здесь оказывается еще и землетрясение. Значит, это и федеральным законам предусмотрено, и нормами существующими допросами не представляется принципиально невыгодно. Хотя Юрий Павлович в своем докладе как-то по-другому интерпретировал вот этот третий расчет. Так давайте нам не называть его расчетом на прогрессирующее обрушение. Потому что этот устаревшийся термин для него есть свои нормативные документы, и если бы мы решили сбить проектировщика с толку, то мы там блестяще безумны. Следующий адрес, что сама проверка на прогрессирующее обрушение, к сожалению, годится только для обычных зданий. Я принял три простейших дневника. Давайте проверим на прогрессирующее обрушение переходную оборудование. Убьем принимания на то самое. Да ни одна переходная оборудование не выдержала. Что делать с водонаводной машиной? Что умею убивать? Или выдержанный транспортер на галереи, если умею убрать на галереи. То, что было придумано для многоэтажных каркасных зданий, названо, к сожалению, в наших нормах очень общее для зданий и сооружений, оказывается, что нужно совершенно говорить, о чем мы говорим. И все сейсмическое творчество ориентировано на многоэтажные здания. И все это в этих основных домах говорим. То, что касается транспорта и гидротехнических, галереи, а все остальное. Ну, расскажите, пожалуйста, Мартеловский переконвертанный цех на Косква все. Правильно, это 30 метров, высота в боксе 50 метров, одноэтажное здание. Ну, конечно, это для всех наших рассуждений, для профессиональных подъявлений и так далее. Конечно, нет. Поэтому мне представляется, что в работе над новым настоящим нормативным технологиям это все нужно учить. тезис номер два. Тезис номер два. В двух уровнях расчета нужно четко связать, какие требования предъявляются к объектам на каждом уровне. А то между. Для часто встречающихся, ну, адресных перекрестений, полная сохранность, для катастрофизм, кашистских возможности используют после капитального ремонта и как так далее. Юрий Павлович говорит, что нельзя предельное состояние сегодня назвать в нормативном документе, поскольку нет данного динамики, много системологической информации. Но сегодня все равно проектировщик, выполним расчеты на сейсмическое воздействие, делая проверки по методу предельных состояний. Давайте не будем забывать об этом. Раз так, то нужно четко сказать, какие предельные состояния должны быть обязательно выполнены. Первое обязательно, а второе может быть и нет. Где сказано в нормативном документе? Нигде. И об этом можно говорить уже сегодня даже, этот уровень. Первый пример. Линейно-спектральный метод. Коэффициент допустимых упрощений карги сформулирован только для зданий. В чем для зданий, выполненных из одного материала. Что делать в смешанном каркасе, никто не знает. А какую лицепь брать? Там, где, если у нас положено каркас остального, положено уже за динамом. Если они разные, то длится. Ну, вот простейший пример из нашей практики. Стадежка. Покрытие металлической атрибутой, железобетонной какой? Рассчитывается это как единая система. Какой Коэффициент К-1, брать? Не знаем. Ему нам нужно четко пойти по пути, которые сделали казах. То есть узбеки в своем материальном документе. Коэффициент К-1 они отнесли не к нагрузке, а к нагрузочному эффекту. Считать с единицей, а потом усилия внутренние. В одном случае можно на дно, в другом на другое ответие. Может быть, это развяжет проблему смешанных каркасов и прочих сооружений, которые не укладываются в такую очень упрощенную схему. Четвертая. Рассматривается только одно единственное нахожение, сейсмическое. Но проектирование идет на конкурс нахожение. Да, упомянуты, значит, коэффициенты комбинаций для трех, только в виде нагрузок, где их гораздо больше встречается. Что делать в остальных случаях, мы не знаем. А оценка к нормам нахожения воздействия вообще ставит в тупик. Потому что вам сказано, что крокко-временная нагрузка при учете особого асейсмического эффекта особого воздействия нахожения берется с коэффициентом 0,5 для первого основной временной нагрузки и с 0,3 для последующих. А у нас временная нагрузка 0,5, перекрытие всего, а их много есть. Не слева, а вторая, а важность и и так далее. Мы забываем, что не только сейсминкой отличаются наши проблемы. Но мы должны помнить, как мы будем использовать это потом в результате нашего сейсмического решения. Следующее. Мы разрешим продолжить. По сути, полностью проинтересованы случаи сооружения, встречи как все время на здании. И, я уже упомянул, что возникает сомнение использование вот этих рекомендаций при неразметральном основном расчете в здании Макклановских, Адвентом Центрального Белесни. Элевата, прошу прощения. Это что? И ведь их нельзя строить в сейсмических оленках. А как им расчетовать? Это не здание и прочие и прочие вещи. Проблема сооружений, хотя бы в том списке, который есть в СНИКе, в сооружении и в том предприятии. Хотя бы, помимо, это было в надежде. Проект Мэйер был. Я говорю о современном состоянии. Это не обязательно претензии к тому проекту, который ты предложил, говорит, Павлович. Это претензии и к предыдущим лекциям тоже. Не обязательно претензии. Текст не помнишь, но на пример. Но предлагают проект Мэйер, в котором есть сказано, а как суммируют их модальные обклады? А мы забыли об этом написать. Целый раздел существующего по лицам. По лицам. По лицам суммой квадратов, что делать с близкими и так далее. Все это пропущено. Дальше. Расчет по временам области, по акселерограммам, с учетом, возможно, неугубая работа и так далее, и так далее. Где пройти графики Сигма и Эфси для этой работы? Из норм проектирования же металлой конструкции это для статического напряжения, для динамического напряжения. Мы учитываем это специальным дополнительным коэффициентом условия работы, что есть динамический предел прочности. А как этому нужно учесть? Полное молчание. И вообще вся проблема расчета на акселерограмму, ну, сжат потом ничего. Количество акселерограмм, которые нам учитывало. Противированность мы и куча других вещей. Все это пропущено. Ну, например, такая проблема. Расчет на преподатливость основания. А мы сейчас всюду произносим дозу. Объединенный расчет сооружения с основанием. Расчет на длительные нагрузки и собственный вес. Нужно брать коэффициент, использовать для рейтинговых коэффициент, экселерограмм. По предыдущей ветви изначально конденсионной кривой. Для динамических, для того времени, для вторичины, значит, нужно как-то увидеть это комбинировать. Ну, например, режим монтаж, когда есть в скале, в мире, который позволяет это делать. Но упомянуть об этом нужно, как в сейсмических нормах, что нельзя одну и ту же жесткость грунтового основания использовать для статического и для динамического расчета. Ну, и последнее там. Куча небрежностей. Совершенно небрежностей. Приготовленный документ. Говорил о том, что пропущено во всех. Если раздеваться между другом, друг с другом и сопоставлено 0,6,5 или 9,5, точнее. Или же не везде четко определили, что есть обязательные документы, а что есть рекомендации. Ну, например, Дмитрий Михайлович показал пример вот этого. Этот пример. Экспертиза не пропустит это знание, если она будет читать эти нормы. Потому что там жестко сказано. Только простые геометрические формы. И никаких отступлений не разрешено. Как бы через экспертизу проходить вот этот агент. Если бы записали это как абсолютно обязательное название, а не как рекомендации. Это вещи, которые я считаю, что нет смысла на один, два года, а Юрий Иванович говорит, что за один, два года, ну, под какого настоящего дня, делать вот эту вот поправочку. Зачем? Ну, давайте сделаем уже то, что надо, по-настоящему. Вот почему сводится. Спасибо, Владимир Михайлович. Пожалуйста, пожалуйста. Вопросы нет? Нет, я... Пожалуйста, позвольте... Микрофончик, микрофончик. В связи с поступлением на Кривцов Юрий Владимирович, один из авторов раздела 9, пожарную безопасность данного документа. Не скучно. Уважаемый Юрий Владимирович, в связи с многочисленными поступлениями в наш адрес... В связи с поступлением в наш адрес, многочисленных запросов, писем, в том числе от МЧС России, Ростехнадзора, Росатома, с просьбой сохранения раздела 9 против пожарного мероприятия. Хотелось бы услышать вашу позицию по сохранению в данном документе, в новом документе, у учебного раздела. И, как я понял, данный раздел будет сохранен. Так я понял. Значит, его нет в проекте. Он исключен сейчас. В том проекте, который нам представили, для обсуждения. Совершенно. Он исключен. Нужно ли его исключать? Категорически нельзя... Категорически нельзя... Я не берусь судить. Категорически нельзя... Я просто не берусь судить. Но, что меня настарашивает. Я просто... Я просто дал на добычу, аккуратно раздевать. Согласуются ли противопожарные всякие меры, документы по сессии с общими противопожарными, я имею, к сожалению, жуткий опыт беседы с пожарными. Всяким временам, словами этого, проектирование контрабинга над Чернобыльской станцией. Мы год убеждали по данным, что когда горючее вещество находится в дыре конструкции, и, а мы не лижем конструкции, как они представляют, то мы не можем ответить им на вопрос, а какая отнестойкость, сколько времени продержится. Ну, у них железная есть присоединение. А нестойкость – это сколько, когда ум действует на настройку, сколько она расстоит. 20 минут, 1,5 часа. Это очень тяжелая вещь. Поэтому, если там есть малейшее не согласование, мы сразу же... согласование полное, потому что в разработке данного раздела специалисты МЧС принимали участие, в том числе и Академии, и Гульков, и мы просили оставить данный раздел. Мире Павловича, безусловно, Мире Павловича, это вопрос. Как вы можете сказать, что это может быть? Пожалуйста. Пожалуйста. Актизка, а вот нечего здесь и нечего времени. Ну я вот что беспокоит. С 1981 года, все время обсуждается поведение зданий, их реакции, методы расчета, и совершенно забывается о последствии. Ни наши достижения, ни американские, ни итальянские, по расчету, что они не понимают. Вот в новых сил опять. МСК-64. Это метод воздействия. Это 100-200-400. Откуда эти цифры взялись? Это экстраполяция. У Медведева было 65 данных, 6-ти бальных, 13-ти бальных и 2-ти бальных. Какая статистика? Экстраполяция. Предположение, что идёт усвоение. Более того, все думают, что таких русскорей нет. Чётко написано. Это фильтрация. А трубит или нет. Считается, что длинокролётные мосты, высотные здания, трубы, всё на это высокочастотное воздействие. И ничего с ним делать нельзя. Сейчас новая шкала укрытена с 17-го года. В новых испытаниях даже не упоминается. А там на статистике уже посчитано, какие ожидали мы ускорения при каждом плане. 10 баллов, которые у нас как-то 400, они вообще отсутствуют. В 9 баллов ускорение затыкается. Кора не может земная вид даже таких ускорения. Надо переходить на другие параметры сейсмейского движения. Скорость и обучение всего энергии. Новый. В штабе уже написано. Тёплая революция. Различные параметры сейсмейского движения в руках с повреждаемостью знаний. Так вот, если ускорение даёт 0,6 баллов, стандарт на ускорение, то мощность, это определение скорости на ускорение, даёт 4 баллов. Надо переходить на то будущее, на энергетические меры мощности. Длительность. Длительность. Вот ускорение мы пробиваем, пробиваем. Никто её не допустим. В энергии принимаются два определения этих принципов. Они имеют разный физический смысл или вообще не имеют физические поступки. Поэтому у них ничего не получается. Но метод Аэлиса, где эффективность учитывается, она работает. И нас это пока тоже не учитывает. Спасибо. Вот ещё разное замечание. Когда делалась шкала на карте ОСР-97, она ходила в мировой проект. Но завтра делала ускорение, а мы делали 3 баллов. Пересчитать по ОСР-97 было нельзя, потому что слишком низкие скорения получаются. Использовалась данность проекта в новом шкале. И тогда в проекте СП в 2001 году было написано, в данном шкале ОСР-64 надо считать не средними, а нижними. И тогда повысить воздействие на 40%. И это очень круто. Я говорю, что так же будут выкидываться и дальше. Почему? Потому что строители считаются, что здание определяет воздействие. Вот даже сейчас в докладе поскучала такая листа, что здание определяет естественное воздействие. Матча, стоящее, ну и что не играть. Прошу учесть такой важный факт во всех. Но это за него здесь. Спасибо. Можно по вопросу? Да, конечно. А кто вы до сейчас предоставлены все эти данные для вас? Сейчас вы выполняете. Опаска. Позвольте мне микрофона? Позвольте мне микрофон. А отработаю. Подпишутся просто, что это обществом. Все-таки работа? А Теория Павловича услышит мнение все-таки по сохранению 9-го раздела. И если вы помните, что когда я был директор и начинал реанимировать, работать по системе, то я вам предложил подготовить этот раздел. И этот раздел вошел с моей подачи из моего сына. Но в том виде, в котором он дальше кочевал во всех СП-14, он не подойдет. Прежде всего потому, что не должно быть в СП приложений, кроме сейсмологического. Поэтому этот раздел, с моей точки зрения, его надо реанимировать, восстановить, но включить его в раздел 8, подразделом, где рассматриваются конструкции жилых, производственных зданий и сооружений. Вот туда вот, так же, перед Павловичом очень такая правильность нашей мысли. Действительно, но дело в том, что действительно за это время некоторые такие слоянности образовались. Данный раздел, именно как 9, прошел уже по множеству документов действующих. Не исключение ссылки на положение раздела 9 потребует изменения многих уже нормативных документов, внесения изменений в разделы СОСП. В частности, СП здания жилые, многоквартирные, и с применением деревянных конструкций, вот последние документы, и многих других, в том числе и непосредственно МЧС, документы, где использовался уже наше отдел СП-2, так, то есть, СП-13, СП-433. Поэтому, вот, мы попросили все-таки именно в данном виде, когда сделал 9 его. Ну, вот он будет 9, а то есть, сколько? Посмотрите, микрофон, если можно. Иван Иванович. Молодой человек, пожалуйста. Агмиев Рустам Таганович, СНИП-2 России. Значит, я здесь в нескольких качествах. Первое, по просьбе Юрия Павловича Назарова, в рамках подкомитета, значит, подготовил некую справку о замечаниях, высказал свое мнение. Второе, у нас есть, как у институт, свое мнение по определенным вопросам. И в-третьих, мне кажется, что как раз нужно определить некоторые вопросы, я бы их осветил, для того, чтобы все люди, которые сидят, специалисты, которые здесь сидят, понимали на самом деле то, что сделал Юрий Павлович. Значит, мы все присутствуем на разных заседаниях, приходим на разные всякие структурные заседания. Но начну с самого простого вещи. Базовый документ с нормативных основ, нормативно-правовые основы. На самом деле, СП-14-13-330, вот, в принципе, не соответствует сегодня закону. Мы об этом все знаем, давно об этом говорим, градостроительному кодексу, многие вещи, терминологии не совпадают. Но мы работаем с тем, что можно, потому что у нас нет базового документа принято, система нормативных документов в области сейсмонской области строительства. Мы все это понимаем. Но идем дальше. Что мы сегодня имеем с правовой точки зрения? С правовой точки зрения мы имеем несколько СП. СП по градостроительству, СП строительства в сейсмических районах. Ну, если мы исходим, что градостроительная деятельность, потом строительство идет. И если СП в пожарной безопасности, я остановлюсь вот на трех концепциальных таких вещах. Тогда с точки зрения вот этой концепции мы должны понимать, а что такое СП 13-13-330. Это основополагающий документ в области безопасности, или это вытекающий из других документов по безопасности. Сейсмобезопасность в чистом виде не определена в техническом регламенте, как отдельный момент. Есть механическая безопасность и безопасность при опасных природных техногенных воздействиях. То есть мы руководствуемся четырьмя законами, которые четвертый технический регламент. Тогда мы должны будем понимать, как структурно должен был быть он выстроен. То есть все замечания, которые бы мы ни говорили, как бы мы ни спорили, относится принципиальной вещью. Мы должны были концептуально принять новую концепцию. Анатолий Викторович, я согласен с ним, давно уже, в 2007 году и в других местах. Концепцию норм и концепцию отдельных разделов. Теперь смотрите, что у нас получается. С правовой точки зрения, я попробую ответить на это дело, которое начиналось. С правовой точки зрения у нас сегодня есть единственный СП легитимный, потому что он утвержден постановлением правительства Российской Федерации, это 2014 года. То есть вопрос, как я понимаю, заключается в том, что мы берем за основу при той разработке, о которой говорим с Юрием Павловичем, 2014 года документ, потому что мы на другой не можем опираться. Или некий суррогат, полученный в процессе вот неких наших работ с 2014 по текущее время. Все они выполнялись по одним и тем же заданиям, одной и той же организации. Спор на самом деле, если вы видите, ведет вообще не в строительство между собой, как они не могли договориться об этом, нам не очень понятно. Хотя я сам тоже оттуда, и большинство специалистов, все вышли мы оттуда. Коллеги, я просто продолжу свою мысль. Мысль достаточно четкая. Смотрите, почему на самом деле стал за основу необходимость переработки этого документа. У нас эта переработка была в 2016 году сделана. В 2016 году мы тогда все приняли единогласное решение, что не нужно применять то, что разработали по вот этим вопросам, которые обсуждают, только привязали карты к району. Все об этом помнят. Был приказ. Приказ – это нормативный акт Минстроя России. То есть после него идет процедура другая, идет уже восстановление правительства. Теперь идет следующий документ. В 2018 года, как он появился? Если мы честно сегодня не скажем, как он появился, тогда и будет трудность, наверное, в диалоге между собой. Под комитет номер 7 его не принял. Де-факто мы его не приняли. Тогда была выработана определенная концепция. Это надо просто признать между нами честно. Почему? Потому что было очень много вопросов. Даже не в этом дело. То, что он потом был принят и утвержден приказом Минстроя, это тоже нормально, потому что идет своя процедура чиновников, помощи, новые люди пришли, они должны были утвердить то, что было сделано. Он утвержден, мы против этого не спорим. Но тогда возникает вопрос очень простой. А как там в этих документах, в конечной редакции, появилось то, что мы не утверждали на ПК-7? И вот для того, чтобы было понятно, чтобы отрегулировать вот эту ситуацию, было принято решение сделать в виде изменений и сделать так, чтобы вот эти вещи, которые были недостатки, неточности, для того, чтобы отрегулировать эти моменты. Я не буду сейчас вдаваться в тонкости. Я вот просто, исходя из этой позиции, попробую объяснить, что сделал Юрий Павлович с моей точки зрения. И что ставил себе Минстрой задачи. Как я понимаю, Минстрой поставил две задачи. Первая. Внутренне снять противоречия, определенные моменты, которые есть. И второй момент, чтобы устранить административные барьеры, чтобы проектировщику этим документом пользоваться было легко, проще. Тогда возникает вопрос. Я просто скажу, какие ставили задачи, мне кажется, основные. Много было задач по последователям. Что было сделано для этого? Для этого были заданы две НИР, которые занимались терминологией. Потому что самое большое количество, я потом скажу, вопросов всегда идет по терминологии. И второй момент, значит, НИР со шкалами связан. Это как раз вот эти моменты. И все планировались, на самом деле, их разработать в единой рабочей группе, в единой команде. Ну, к сожалению, этого не произошло. Причинами тоже обсуждать не будем. Теперь давайте посмотрим по существу. Какой редакция более, ну, как бы говоря, неполезной, я бы назвал так. Мне кажется, что 2018 года хотя бы утвержденные приказы, значит, 309, она менее полезна, потому что она еще больше запутала. То, что сделал Юрий Павлович, безусловно, вопросов есть и много. Но на самом деле, на мой взгляд, они не принципиальны, их можно отрегулировать. Теперь смотрите, как это можно было бы, на мой взгляд, сделать. Юрий Павлович сделал главный вопрос, решил. И я здесь не буду в тонкости брать, здесь специалистов гораздо больше, чем я понимаю, считывая эти вопросы. Он решил главную задачу. Старые СП, все программные комплексы, которые материализовали пространственную схему, они де-факто работали незаконно. То есть Юрий Павлович предложил выход из этой ситуации, мы обсуждали это на интерконстрое. И самое главное, он предложил выход из ситуации, когда хотя бы расчет, на пространственный расчет он стал незаконным. На самом деле, над остальными разделами можно работать сколько угодно и привязывать их. Но мне кажется, что стратегическая ошибка, она не к Юрию Павловичу относится, а ко всем к СП. Когда мы разрабатывали СП, мы должны были понимать, какие СП рядом заводятся, как гармонизируется между собой терминология. Эта работа не была проведена. Нам ничего не мешает в течение недели эту работу завершить, с учетом тех замечаний, которые мы собрали. Поэтому мне кажется, что Юрия Павловича нужно поблагодарить за ту работу, которую он выполнил. Но мы должны сегодня принять для себя принципиальное решение. Вопрос, на самом деле, мне кажется, стоит так. В 2018 год, утвержденный 309-м законом, войдет в постановление правительства. Об этом никто не говорит, которое сейчас идет. Или 2018-й с изменением. Изменения к приказам министра вводятся достаточно проще, нежели другие документы. Но если та редакция, которая 2018 года, мы о ней все знаем, там контрольное землетрясение, еще всякие вещи, много неувязанных вещей. Я лично просто тыкнул на эту редакцию, нашел там ссылок 89, где написано специальный, специализация специальная. Это называется административный барьер. То есть там достаточно много административных барьеров. Как раз не решена та задача, которую ставил Минстрой. Минстрой хочет уйти от этих вещей. Он хочет больше свободы дать этому моменту. Поэтому мои предложения достаточно, исходя из этого, я попробовал проанализировать замечания, которые к нам пришли. Замечание на самом деле пришло от многих организаций. Значит, вам сегодня их разослали, дополнительно сейчас пополучили от Залишния Владислава Борисовича и пришли с Атомпроекта. Ну, кроме Тякина, там есть специалисты, которые подготовили. Мне кажется, что их нужно разделить на две группы сначала. То есть конструктивные и неконструктивные. Я не буду по сути говорить. Неконструктивным замечаниям я отношу только одни. Которые сделаны не по форме, которые не предлагают конкретику. Заменить, упростить, сделать вместо этого, удалить, потому что, потому что. То есть в основном замечания ФЗРА, других организаций, особенно проектировщиков, они сделаны конкретно. Предлагаем этот пункт удалить, этот сделать, вот это сделать. Значит, вот это не нужно сделать. И второе, в этих же замечаниях с ними очень трудно работать. Почему? Потому что даже в конструктивных существует два раздела. Первый раздел, что нужно сделать в этом документе. Юрий Павлович говорит, давайте сделаем вот этот документ и концепциально будем работать как промежуточный другой. Но там написаны некоторые вещи, о которых говорит Анатолий Викторович, в том числе. Это уже на перспективу. По этому вопросу у нас есть однозначное мнение. ПК будет составлять единое техническое задание на новую концепцию. То есть техническое задание на новый документ. Это вопрос, я так понимаю, решен уже, да, Владимир Ильич? Мы еще говорили, задание будем давать и по картам, и по другому вопросу. Было обсуждение такое в Институте физики Земли. Вот, поэтому вот конструктивные и неконструктивные. Неконструктивные тоже, я их не называю неконструктивными. Даже, может быть, по форме они как-то сделаны не очень правильно, не может быть как-то одиозно. Но мне кажется, что эти нужно просто переформатировать в конструктивные. Теперь я попробую ответить на ваши вопросы по пожарной безопасности. Безусловно, наше мнение как Института, этот раздел нужен. Но вопрос на самом деле действительно, вот это два концепция, кстати, раздела. Вот это и сейсмоизоляция, как таковое. Ну, по сейсмоизоляции отдельное мнение, потому что мы считаем, что о сейсмоизоляции говорить не надо, как о таковое. Нужно говорить о специальных системах антисимической защиты. И, кстати, это большой недостаток, что нормы сделаны с акцентом на сейсмоизоляцию. А нужно сделать общее основное положение, которое бы позволяло двигаться дальше. А в области пожарной безопасности, мне кажется, что этот раздел нужно просто переработать, вот мы небольшой командой. И нужно четко понимать, мы делаем в развитии пожарных норм эти положения, дополняем их. Там суррогат, а на самом деле действительно суррогат. Либо мы должны опираться на пожарную безопасность, сказать, а при сейсмике дополнительно так-то так-то. Либо мы говорим, нет, сейсмика главная, идите все к черту, я извиняюсь. И мы будем отсюда диктовать пожарным условиям. Мне кажется, что вот эту грань нужно обязательно соблюсти. Поэтому мое конструктивное достаточно предложение. Взять за основу принять то, что сделал Юрий Павлович. И ориентироваться, сегодня четко сказать, что это должно войти в постановление правительства с изменениями. По каждому разделу сделать группу лиц ответственных, которые доведут это до конца. Потому что следующий по процедуре ПК. То есть только ПК уже где-то этот момент. Либо это поручить ПК, ну что нелогично. И доработать замечания вот с учетом того, что я вот высказал. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Есть выступающие, наверное. Да, я говорю, если есть ко мне вопросы, потому что у меня была организационная часть. Пожалуйста, Курбарский. Сначала небольшое введение. Юрий Павлович упоминал, как не сад. Так вот, когда зарабатывали все эти нормы, в 2013 году наша кафедра уже, наверное, зарабатывала две трети, написали нормы по испытанию сейсмостойкости подземных сооружений. Кроме того, тоже мы помогли гармонизировать с Еврокодом расчеты Москвы. То есть мы очень знаем эти нормы и знаем, какие они есть, и какие достоинства, и как делать. То есть мы знакомы с этими международными документами, то есть и так представляем. Какие должны быть наши нормы, чтобы гармонизировать тоже с европейскими. Это я просто на вопросе Юрия Павловича, то, что он рассказал про инфагменты. Ну, а вообще я хотел бы сказать по поводу наших норм. Ну, в первом номере журнала «Академия» 2019 года была опубликована статья «Динамические коэффициенты или спектр ответов?» Вопросительный взгляд. Мы в этой статье написали, что отметили, что в наших нормах использовалось и продолжает использоваться коэффициент динамичности, который практически вообще, по нашему мнению, является ошибочным. То есть введение этого коэффициента, еще вот, хотя бы 50 назад, к сожалению, привело к тому, что большинство наших проектировщиков не знают такой хорошей концепции, как спектр ответов. И мы написали еще одну статью, которая в печати должна вот-вот выйти, она называется так, сейчас я вспомню, значит, авторы здесь, Курбасский, Мозур и Модрус, называется «К вопросу о динамических коэффициентах». Мы в этой статье пишем, что динамические коэффициенты – это ошибочные коэффициенты, и от них нужно отказаться, заменив их нормы, заменив их спектрами ответов. Спектр ответов используется практически в нормах 50 стран. Это ясно, что за, какая идея, как использовать их, как строить спектр ответов. А что такое коэффициенты динамичности – не ясно. Значит, что такое спектр ответов? То есть как рассчитывается по линейной спектральной теории? Определяются, разлагаются по собственным формам, определяются максимальные ускорения, и модальная масса умножается на эти спектральные ускорения, на спектр ответов. А что же с динамическими коэффициентами? Тут непонятно. Берется динамический коэффициент, который мы считаем тоже не совсем корректно с точки зрения механики определён, потому что динамическим коэффициентом вызывает соотношение динамического перемещения к статическому. Ну, что такое статическое перемещение при землетрясении? Это у меня в голове, например, не укладывается. Понятно, можно, например, на пролётном строении остановить локопатил, замерить перемещение статическое, а потом прогнать его, определить динамическое. И определить, взять отношение, и он будет к вам коэффициент динамичности. А как же это сделать с землетрясением? Как это можно остановить землетрясение и определить коэффициент динамичности? То есть мы считаем, что это ошибочное положение. И наше предложение, я выступаю не только от себя лично, а вот от тех авторов, которые я надевал, мы считаем, что из нормативных документов надо исключить коэффициент динамичности, заменив спектрами ответов. И даже в честь тот факт, что сейчас больше, чем я уже говорил, больше, чем в 50 странах используется именно эта концепция. Значит, вот это у нас одно из самых главных замечаний по нормам, потому что нужно все-таки, и повторяю, вот во всех современных нормативных документах используется именно это понятие – спектр-ответ. Почему это единственная сторона в мире осталась, в которой динамические коэффициенты используются, которые не имеют физического смысла? Мы считаем, что правильного физического смысла для динамических коэффициентов определить невозможно. Продолжение следует... Ну, Макартычев Олег Бартанович, МГСУ. Хотелось бы, во-первых, сказать в любом случае большое спасибо Юрию Павловичу за то, что он проделал такую большую работу, вот, и, ну, как вот смог, так и смог, ну, он специалист известный, признанный, представил вот этот проект документа. Конечно, вот в этом проекте есть очень хорошие движения вперед, какие-то достижения. Это касается, на наш взгляд, и конструктивного раздела, где намного более четче прописано, чем то, что было у нас в предыдущих версиях и вариантов СПЛ. намного более правильно с учетом и каких-то уже происшедших там и последствий землетрясения, обработки результатов и так далее. Работали специалисты, чувствуется, здесь вот, ну, наверное, это какое-то достижение. То, что говорил Юрий Павлович по поводу учета направления, опасного направления воздействия, это, наверное, тоже правильно, это можно и нужно учитывать. Но у нас есть вот ряд замечаний по поводу документа. Первое, это, опять же, возвращаясь к тому, что говорил профессор Перемутер, два уровня воздействия. Мы тоже считаем, что никаких весных, веских оснований для того, чтобы не вводить вот в данный момент вот эти два уровня, ну, нет. В 2007 году, как сказал Юрий Павлович, была сделана попытка, и она, он говорит, помечалась неудачей. Ну, просто не очень понятно, что имеется в виду, может, Юрий Павлович там прояснит, но дело вот в чем. Значит, у нас был старый СНИП, 2781 со звездочкой. Цель того, что делалось в этом СНИПе, было недопущение обрушения. Достигалось это следующее. Значит, мы выполняли линейно-спектральный расчет, выполняли проверки по первому предельному состоянию и, соответственно, вводили коэффициент К1. Соответственно, фактически, по факту, мы проверяли и не допускали обрушения, обрушения зданий и сооружений. То есть, несмотря на то, что проверки были по первому предельному состоянию, которые, ну, не предполагают вот именно обрушения такого прямого. Что сделано в данном документе? Предлагается выполнять те же самые проверки. Это первый вид расчета. А дальше увеличить интенсивность воздействия и делать какие-то там следующие проверки. Второй, третий вид. Ну, как можно увеличить воздействие, когда сооружение уже находится в предельном состоянии или близком к предельному? Там уже ничего нет. Естественно, оно будет, оно не сможет воспринять такие воздействия. Поэтому вот здесь смысл и физический смысл вот этих второго и третьего вида расчета не очень понятен. На наш взгляд, должно было бы быть так. Есть два уровня воздействия. Первый – это недопущение обрушения, ну, с соответствующим критерием и так далее. Есть с соответствующим внешним воздействием, как для, ну, редкого и сильного землетрясения, да, с параметрами соответствующими. И второй уровень расчета – это расчет на слабое землетрясение. Мы понимаем, что имеется в виду менее интенсивное для площадки. Мы понимаем, что, допустим, в сейсмических районах землетрясения с средним периодом повторяемости раз в 50 или 100 лет, они тоже происходят. Это сопоставимо со строком службы здания, поэтому, как бы, выводить за скобки и не рассматривать эту расчетную ситуацию – неправильно. И нужно, конечно, посмотреть, что будет с сооружением при такого уровня воздействия. Да, это слабые землетрясения, но, тем не менее, они могут привести к отказу, к нарушению работоспособного состояния, к эксплуатационных каких-то там, к отказу по эксплуатационным параметрам и так далее. Ну и, соответственно, тогда, если мы вводим вот такие два уровня воздействия, все становится на свои места. Илья Павлович говорит, что у нас нет такой возможности, потому что нет карты ускорения. Но, тем не менее, мы же, не имея карты ускорения, считаем на один уровень воздействия. То есть, получается, мы берем какое-то одно воздействие, увеличиваем интенсивность, получаем совершенно разные по интенсивности землетрясения и что-то проверяем. Не очень понятно, что мы делаем. Нужно все-таки перейти на два уровня. Это слабое землетрясение с проверкой эксплуатационных свойств и сильное землетрясение с соответственным недопущением обрушения. Тогда все станет на свои места. Спасибо. А заступающий можно задавать вопрос? Ну, я вот вам вопрос. Вот мы решаем задачи. Мы заранее не знаем, какой будет напряженный состояние. Мы заранее даем ответ. Что значит решать задачи? Не обрушение. Мы тогда не снимем какие-то напряжения. Вот как это поможет? Мы не знаем, заранее. Мы решаем задачи, креевую задачу. Со всеми их делами. А вот заранее уже чуть-чуть как бы подгоняйте куда-то. Вот как это конец? Но мы же какую-то цель ставили с вами. И до этого и сейчас какая-то цель стоит в всех этих действиях наших. Она заключается в том, чтобы не допустить в первую очередь, первая задача, которая решается, не допустить обрушение. Как она решается? Но я уже повторяюсь. Мы линейно-спектральным методом проверяем условия первопрекистрального состояния и дальше вводим К1, допуская эти большие повреждения. Но не допуская обрушения. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста. К сожалению, прорыв далеко не тянется. Дорофеев Владимир Михайлович, ФАУФЦС. Заказчик. Уважаемые коллеги, вот дискуссия, которую сейчас здесь разведут. Я как куратор сейсмики в нашей нормативной организации слышу, честно скажу, десятый или двенадцатый раз. И это нормально. В шестнадцатом году она началась. До этого ее вообще не было. Слава Богу, что она началась. Идет достаточно продуктивно. Объясню, почему продуктивно, я считаю. Потому что в этом году весной впервые дирекция ФАУФЦС соинтересовалась сейсмикой вообще. У нас там очень большой класс задач. И был поставлен вопрос такой. Либо сейчас будет пересматриваться постановление правительства 1521, обязательно документ. Ставим вопрос такой. Либо мы оставим тот документ, который был 14-13-14 год. Тогда спрашивается, что мы делали в 18-м году. Документ 18-го года был принят двумя голосами в перевес. А на конференции первоначально, где он рассматривался, он был единогласно ответом. Поэтому встал вопрос. И Юрия Павловича просили попробовать исправить документ 18-го года так, чтобы он был лучше документа 14-го года. С моей точки зрения, которую я смотрел, Юрий Павлович с этой задачей справился. Вот то, что здесь обсуждали, дискуссия идет очень давно, в том числе и в интернете. Ее начали. И под воздействием этой дискуссии пытаемся сформировать техническое задание на разработку нового поколения, как карт, так и методов расчета. И в принципе, продвижение в этом направлении у нас есть. Теперь, а непосредственно, то, что докладывал Юрий Павлович. Первоначально техническое задание на разработку изменений норм 18-го года мы практически только утверждали. Были предложения специалистов, и кто-то здесь присутствует, кто-то здесь не присутствует, но именно вы предлагали, как надо изменить СП-14-18-го года, чтобы его можно было внести в новый документ правительства. Потому что он будет действовать 5 лет. Либо мы остаемся в 2014 году, и он еще 5 лет действует. Либо мы вводим какой-то измененный, улучшенный документ, который будет действовать 5 лет. Но за эти 5 лет нужно разработать много что. И основные положения того, что нужно разработать, в общем-то уже становятся понятными. Поэтому техническое задание, которое выполнял Юрий Павлович, не им придумано и не нами, а вами же. И его он выполняет и выполнил. Да, вопросов много. Вот тут было сказано, этого нет, этого нет, этого нет. А что, в 18-м есть? Да нет. Это вопросы, которые, в общем-то, здравомыслящие люди ставят перед собой. И это разумно и правильно. Вопрос другой, как организовать это в одном едином каком-то предприятии. Пытались сделать такой центр вне строительства, но, к сожалению, не удалось. Есть сильные... С того, какую информацию я имею только. Не удалось соединить. Но это ваше мнение, я свое излагаю. Хотите выйти, выйти и изложите свое. Что рассуждать? Не удалось этого сделать. Хорошо, конечно. Может быть, я докончу, а потом вы будете рассказывать, да? Я объясняю, я объясняю, из чего я это исхожу. Не очень понятно. Наталья Александровна. Не надо. В результате сложилась такая ситуация, что в Казахстан ушли основные наши нормы, которые мы пытались сделать. И вернуть их из Казахстана просто престижно, я, конечно, считаю. Но это можно сделать только тогда, когда мы сделаем и карты нового поколения, и методы расчета нового поколения. А вообще-то, в принципе, техническое задание по этому вопросу сформируется, и оно уже в реальном состоянии. Можно? Да. Можно? Да, да, конечно, конечно. Вопросы? Да. Вы поменяли, что будет что-то, что вы работаете там, вы говорите техническое задание на новое поколение. Считаете ли вы абсолютно необходимым это техническое задание широко обсудить? Конечно. Я согласен. Потому что это техническое задание по моему времени это вопрос другой. Ведь, понимаете, было много людей, много раз совещались, и все давали свои предложения, потом начали объяснять. предложения бывают друг не будут. Предложения формально-турократические, которые для вас, как для чиновников, и сроковарные, очень важны. И предложения по сути. Так вот, давайте все-таки, чтобы предложения по сути были приняты научным сообществом и одновременно. Вот тогда у нас не будет возникать вот этого. Я с вами полностью согласен. Все должно делаться открыто. Так именно и делалось. Вопрос состоялся в другом. Времени у нас в обрез. Либо мы ничего не делаем, что и предлагали большинство, либо что-то мы пытаемся делать. Если вы сейчас утвердите то, что мы начали, то вы почему-то считаете, что это лучше. Ну, это да. А я проектирую общие, я 50 лет старше. Вы считаете, что это путь. Какие разговоры с контролирующими организациями у меня возникли, чем текстом, который нам выделил. Ясно. Значит, правильно ли я понимаю, что вы предлагаете оставить вариант 2014 года? Да, не совсем так. А другого? Да, с другим. Сейчас посмотрим. Еще раз. Я извиняюсь, я... Нет, подождите, передайте. Кому? Можно недавнее, может, что вы говорите, можно? Да, недавнее, да, мне слово. Уважаемые коллеги, на этом представительном совещании хотелось бы обсудить раздел сейсмические воздействия. Вот Юрий Павлович сказал, что таблица 6.1, грунтовые условия и связь их с больностью остается в неизменном виде, поскольку хорошо себя зарекомендовала. И поскольку в Казахстане такая таблица тоже работает. Нужно сказать, что этой таблице 60 лет. Впервые примерно в таком виде она появилась в строительных нормах нашей страны в конце 50-х, начале 60-х годов. Это уже слишком много. Логичным шагом было бы наконец поменять ее, модернизировать. А потом странно слышать, что Юрий Павлович и Владимир Ильич рассчитывали с пикторой реакции, брали какие-то технические записи большого объема, получили коэффициент динамичности, ну, по-другому спектр реакции, который вошел в эти строительные нормы. Это означает, что эсмологи не доработали. То есть это работа с эсмологом вообще все это делает. Либо к нашему мнению не очень прислушиваются. Вот скажите, пожалуйста, мы давно предлагали расширить таблицу 1, грунтовые условия, включить пятую категорию грунта с резонансными свойствами и привязать к типам грунта не баллы сейсмической интенсивности, а спектр реакции. Это бы, по-моему, решило многие вопросы, которые здесь дискутируются, в частности, ускорения, о которых говорил Феликс Фладович, вопрос с ускорениями. И очень серьезный вопрос это построение карт сейсмической опасности в пиковых ускорениях. Если это очень нужно строителям, то построение таких карт это серьезная большая работа. Это связано с тем, что у нас очень большая территория в России. И землетрясения бывают очень разные. И пиковые ускорения не характеризуют сейсмическое воздействие. Землетрясения интенсивность лучше характеризуют. То есть как первый шаг логичный, это перевод интенсивности, то есть баллов, в которых сейчас картируется сейсмическое опасность по каким-либо формулах пиковые ускорения. Это поскольку наблюдательная основа всей эсмологии это все-таки разрушение, это баллы. У нас нету сети акселерометров, которые нам давали бы сведения об ускорении. Это очень сложная задача построить карту об ускорениях для нас. И здесь в Соединенные Штаты Америки или Казахстан для нас плохой пример, потому что территории этих стран невелики в России. Да, и там довольно однородные как сейсмические очевидки, так и другие грунтовые условия. В России есть свои особенности, которые очень затрудняют эти задачи. И если все-таки нужны необходимые карты пиковых ускорений, то эту работу нужно делать сейсмологами, привлекать сейсмологов шире, чем это делается сейчас. У нас есть хорошо работающие молодые сейсмологи, есть группы, есть новые знания. Мы читаем иностранные журналы, мы знаем, на каком уровне сейчас все происходит, делается в мире. Привлекайте нас больше к этим работам, пожалуйста. спасибо. Игорь, пожалуйста. Уважаемый, а докладчику можно задать вам ручку? Да. У меня такой вопрос, уважаемый докладчик, что вы выступаете. Вы очень много предложений дали. Вы проводили научные исследования то, что вы делали, сопоставляли то, что ваше полное бинты и то, что имеете. На совании факта сделать выбор. Конечно. Регулярно делаем доклады на конференции в том, что нет, мы еще делаем. Дело в том, что одно дело просто быстро сказать пожелание проблемной нарушить, другое есть тут не научная форма, не конференция. И каждый пункт в первой документе должен обосновываться конкретной научной данной. Научной данной. Мне интересно вы с ним ознакомиться, но я не хочу рассказать председателям, чтобы еще раз встретиться, и те, кто сделал какие-то пожелания, должно быть так, они должны это подтвердить научным исследованиям, которые опубликованы в научных журналах, на конференции, где четко на основании сопоставления дается выбор. Это очень важный момент. У меня стало впечатлением, что многие хотят из частного получить общее. Только на смысл это невозможно. Тихонов Игорь Николаевич, НИШП и НИГВОЗИВА, НИСТРОИТЕЛЬСТВА. Я давно присутствую при спорах, которые происходят по поводу старого и нового нормативного документа по самостойкому строительству. И хочу высказать свое мнение. Я нейтральный человек, я конструктор, и мой раздел это восьмой раздел, к которому я очень отношусь, так сказать, непосредственно. Поэтому по поводу вот этих разделов. Мне кажется, здесь никакого спора быть особо не может. Наконец-то я услышал высказывание спокойное и вполне убедительное Юрия Павловича по поводу его предложений. Предложения, они абсолютно достойны для рассмотрения и для их принятия. Особенно такие, которые касаются, например, пространственных расчетов. Давным-давно уже считают пространственные постановки, но это неузаконено, на самом деле сделать обязательно надо. Но я только единственное, чего боюсь, чтобы не получилось так, как у нас в СНИПе по железобетонным конструкциям, когда телегу выставили впереди лошади. Это я имею в виду, когда приняли за основной расчет по деформационной модели, а расчет по предельным усилиям, во вторую очередь для каких-то простых конструкций. Почему это привело? Мы здесь в Академии наук на секции железобетонных конструкций рассматривали, Краковский докладывал, я тоже выступал. Это привело к тому, что у нас все программные комплексы приняли на вооружение расчет по деформационной модели, и там получается в пять раз разница, неизвестно в какой причине, вот сейчас мы это дело выясняем. Хотя второй метод был, ну я всегда говорю, Возьев Алексеевич, перегорачивается наверное неоднократно там, где поднизу, потому что он этого не признавал. Так вот и здесь есть опасность такая, что мы увлечем сейчас допустим метод расчетов по пространственной модели и забудем тот метод проверенный временем и достойный во всех отношениях, нам всем приходилось считать в упрощенном способе, которые знают проектировщики, которые их используют для сегодняшнего времени. Это вот по поводу этого. Дальше, ну а такие, например, предложения, как рассмотрение различных воздействий, направлений внешнего воздействия абсолютно заслуживают внимания, абсолютно правильно, значит это надо рассмотреть. Мне кажется, вот этим двум направлениям нас вот здесь критикуют, что мы никак не можем найти между собой какие-то согласия, я думаю, мы его вполне достойно найти и это сделаем в ближайшее время, когда и Юрий Павлович посмотрит в сторону бывшей школы Айзенберга, и школа Айзенберга посмотрит в сторону Юрия Павловича, и они найдут какие-то компромиссные решения для решения вопросов, связанных с нагрузками и воздействиями. А вот вопросы, связанные с конструкциями, которые занимают 50% от всего СНИПа, это восьмой раздел, да и там во всех везде это мелькает. он вообще-то между прочим абсолютно устарел. Значит, нам, я, по сути говоря, занимаюсь этим разделом и мне поручали вот во всех СП и в последних актуализированных версиях и вот сейчас вот у нас вышло СТО, значит, мы, я пытался туда внедрить какие-то инновационные последние разработки, которые нам удалось сделать в этом направлении. Но насколько это удачно или неудачно, это другой вопрос. Но этому разделу, мне кажется, надо уделить огромное серьезное внимание. И я как-то выступал здесь в Академии наук и говорил о том, что главная наша задача, и сегодня две раз прозвучало, главная наша задача сделать так, чтобы у нас люди не погибли. Мы можем допустить все, что можно, то есть и прогибы, и трещины, и так далее, чтобы конструкции не свалились нам на голову. Для этого есть оценочные методики. То есть мы рассчитываем, получаем усилия вашими известными узаконенными методами или новыми методами, неважно. Вот мы сейчас в последнее время проводим такие вот работы. И мне удалось вместе с нашими расчетчиками провести в частности море, например, Сочи, правительственный объект, охотничий дом на сегодняшний день в Геленджике, гостиницу вот здесь вот у нас президент-отель и так далее. Мы провели по этой методике, по оценочной методике расчетной, провели, значит, посмотрели, а как на самом деле. Смысл ее очень простой. Получаем усилия, проектируем сечения, я железобетон касается, только вопрос касается этого, а потом оцениваем, насколько эти сечения, насколько они имеют возможность пластического деформирования. и вот когда мы посмотрим вот эту возможность пластического деформирования, это легко, для этого формулы есть, я и публиковал. Короче говоря, вот после этого мы можем сказать, да, вот этот коэффициент К1, злополучный, который сегодня критиковали, он есть или нет, и вообще применять его или не надо, ну, здесь прозвучало уже о том, что вот именно как раз по этому принципу, наверное, его надо и оценить. Ну, вкратце, что я хотел сказать, я считаю, не надо здесь нам с вами какую-то конфронтацию имею, здесь вот критиковая, так сказать, все плохо, надо искать какие-то компромиссы. Спасибо. Я вот все дергаю, насколько должен уйти, ведь наша, я представляю, провинцию, как говорится, в нашем регионе творится проектирование и строительство с учетом нормативных требований в области состойкости. Ну, где-то на Северном Кавказе сегодня ситуация обострилась в связи с тем, что проблема освоения капитальных вложений возникла у чиновников, у руководителей регионов. Ну, причина неразворотливости финансирования в тендерах затяженных и неоперативных и в свой вклад делают наши нормы с Северном Кавказе строительства. Потому что эти редакции, начиная с 2011 года, это обременение, обременение. Обремение на обременении, обременение погоняет. Нормы СЛАН СНГ лучше наших. Они базируются на базовом спектральном методе и предполагают также расчет по уровню В, как было с них 2781 со звездочкой во временной области. для того, чтобы разгрузить себя. А проблема на Северном Кавказе в чем? Значит, и мы послали свои замечания и к тому базовые предложения. Одно из них, которое может разгрузить ситуацию, это восстановление приоритета фоновой сейсмичности над расчетной сейсмичностью площадки. Нормы тоже называются проектирования не на площадках сейсмичностью всем баллов и выше, они называются проектирования в сейсмических районах. А в случае, если баллов выше 9, то нужно разрабатывать в 10-ти их условия. А если эта баллов больше 9 по поводу микрорайонирования или даже таблицы 1, то это нарушение иерархии. Поскольку фоновая сейсмичность, она оценивает сейсмичную опасность, а не просто амплитудный уровень. И вот это предложение вернуться базовым способом к тому, это, кстати, промелькнуло где-то в гидротехниках. Вот в этом разделе нашего СНИПа наиболее так скажем смысловые так скажем разделы это вот этот раздел гидротехнические сооружения. Они умудрились даже приспособиться к уровню МРЗа, говорив, что проектировщик назначает предельное состояние в каждом конкретном случае. Это был выход как бы из этого тупика. Так вот, если указать, что порядки установленных федеральными органами исполнительной власти проектирования ведется не на площадках с эстмичностью более 9, а в районах где эстмическая интенсивность выше базовая, фоновая, выше 9 баллов. Это и технические, и юридические совершенно чисто будет. Второе обременение это здания массового строительства, которые помещены в разряд повышенной ответственности, и по ним нужен и повышенный объем изисканий, и усложнение в проектировании, в частности, вот расчеты по уровню Б на ксерограмму. Ну, что сказать? Они, кстати, повторяются и в позиции 1 вот этой таблицы по коэффициентам ответственности К нулевое, и в позиции 2. Первое сказано, объекты жизнеобеспечения населенных пунктов, а во второй позиции кто как бы особо ответствует, а это просто повышенный, там сказано, объекты гидро, электро, газа, снабжение, пожарные, противопожарные объекты, это коммунальные объекты, и те, и другие, кстати, их надо как-то дифференцировать или объединить. Теперь проблема в чем? Там не только объекты коммунальные, там еще школы, детсады, больницы, соцкульт-быль, как говорится, это простые объекты, малоэтажные, технически несложные, исследованные вдоль и поперек, когда говорится о расчете на прогрессирующем обрушении, который раздел, естественно, мы рекомендуем исключить из корректировки этого свода правил, и мы направили свои замечания и предложения, и даже не комментируем, расчет на прогрессирующем обрушении как бы вообще бессмысленным, поскольку всякий уважающий себя конструктор, он выполняет не просто расчеты, расчетный анализ, у него степень статической неопределимости должна сидеть в голове, чтобы была остаточная, потом на основе экспериментов и многочисленных последствий землетрясений обычно назначаются расчетные сечения, как было раньше, пособия попроектировали, поэтому эти поправки, которые сейчас сделаны были Юрием Павловичем, а я ему говорю, это в принципе задали на засыпку, попытаться что-то сейчас исправить, но есть шанс, значит, во-первых, где-то, вот вспомню, был такой бюллетень строительной техники в прежние годы, он тоже был на уровне норматива, и Минстрой давал построй, давал корректировки к действующим нормам, они были законными, вот я не знаю, на сайте Минстрой есть ли какой-то раздел, сугубо нормативный, где вот такие поправки могут проходить, но я считаю, что вот эту редакцию, может быть, еще и вторая, и третья поправка, нужно срочно выпускать, нельзя работать с СП 400 года, он изнасиловал регионы, вы ходили из положения каким образом, к нам обращаются проектировщики, мы им говорим, вот если на что-то можно закрыть глаза, то вот на это, не нужно вам в школу, детсады там, гурить на 30 метров, считать на килограммы, и с экспертами договорились, а сегодня мне звонят ребята, говорят, мы не знаем, куда деваться от следователей, они уже что-то разнюхали, и в жизни все несколько иначе выглядит, понимаете, поэтому есть объекты массового строительства, или когда мы говорим, ну почему же школа, гибель людей в школе менее вероятна, чем в жилье, где ночью люди спят на квартире, многоэтажные, а Баринова, я помню, говорил это нет, 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 и она была права, я помню, в Ленина Кане, когда в этой школе погибло больше 300 человек, это был шок для всего населения, то есть есть масса вещей, которые только из региона к вам придут, поэтому, да, еще, как говорил Валерий Степанович в свое время, произошла формализация расчетов, и в нормах произошел уклон в сторону приоритета расчетным разделам, само собой, без расчета делать нечего, честь и хвала разработчикам посетительных комплексов, но эти нормы эмпирические, они предназначены для массового строительства, и нам нет нужды по каждому поводу ездить в Москву, московским специалистам хлеба выше крыши по объектам технических сложных, поэтому, вот как сказано было в нормах Украины, там идет дифференциация, техническая сложность одно, методы расчета для них, а ответственность другое, а там коэффициент надежности по ответственности, теперь, что еще, вот в этих исправлениях к СП-18, ну, мы считаем, надо убрать, конечно, прогрессирующие обрушения, и там еще есть нюанс, при расчете на акселограмму или во временной области, с учетом неуходной деформации, предлагается коэффициент Ка-1, коэффициент условий работы, это не просто коэффициент допускаемых повреждений, это не совершенство методов, моделей, он назначен решением обратной задачи, по отклику назначен сигнал, вот эти ускорения, 0.1, 0.2, 0.4, это эквивалентные, эти ускорения для вычисления эквивалентной горизонтальной нагрузки, ведь сама инвестиционная модель тоже условна, она же не отражает истинный физический процесс поведения сооружения вместе с основанием, но это гениально простые решения, которые дали когда-то, значит, отцы-основатели, так же, как и Медведевский метод акустических жесткостей, он себя долго оправдывал, он очень прост, поэтому нужно максимальное украшение нормы, не потому, что в регионах не могут владеть расчетами, они прекрасно у нас здесь обучаются и пользуются на уровне этими программными комплексами, поэтому у нас предложение такое базовое, чтобы на сегодня снять проблемы, вот, перейти к тому, чтобы, значит, спецусловия разрабатывать только в тех случаях, когда район более чем 9-ти бальный, а не площадка, и второе, в этой таблице коэффициентов ответственности, значит, вычленить эти объекты простые массово строительство, и еще, при расчете по, значит, во временной области коэффициент К1 назначать оговорение, только к силовым факторам, а к деформационным факторам назначать коэффициент вот по таблице 0,25 и так далее, тогда все понятно, потому что мы в проектировке воспринимаем коэффициент К, нагрузку при коэффициенте К1 как нормативную, предназначенную для расчета по второму предельному стадию, ограничение деформации, поэтому, если говорить о необрушаемости, может быть, дополнить вот этот вот правил, значит, ограничению максимальных перемещений, ну, короче, вы направили свои предложения и еще направили, прислушивайтесь к региону. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, я просто вынужден идти, поэтому несколько слов с вашего разрешения. Вот мы сейчас дискутируем и в основном дискутируем в плоскости науки. Юрий Павлович представляет определенное решение, хорошее, да, очень хорошее, мы встречались, говорили в свое время решение, которое, к сожалению, не имеет констант под собой, основу какой-то, которую могут использовать проектировщики. Я недавно столкнулся с таким случаем. Я в свое время, проводя конференцию по бетону, железобетону, предложил делать гузатый вал. Так, с точки зрения статики, все хорошо, получается достаточно эффективный виды конструкции. Но возникла проблема динамики. Я попросил, я возглавлял авторский коллектив на премии правительства. Были как раз расчетчики, которые рассчитывали уникальное издание. Я говорю, ребят, посчитайте мне гузатые балки на собственные частоты. Считают, и говорят, нет, ничего не меняется. Я говорю, как? На струну вы навеете нитку, и уже изменится частота, а тут вы не находите. попросил, попросил с ней промздание, тоже позвонил директору, слушаю, посчитай. Считает, нет. Я пошел в институт проблем механики, говорю, ребят, в чем дело? Посчитайте, мне, с моей точки зрения, частота будет изменяться собственно раз в пять, и никто это не находит. Они посчитали и предложили, ну, по сути, новый принцип в использовании цифровых методов. И в этом случае они действительно считали, что частота изменяется в пять раз. Вот в этом отношении, если говорить о нелинейности системы, ну, допустим, вот балка, о которой я говорю пузатая, или наоборот, в динамике уже возникает проблема ширина и, ну, не знаю, как назвать, длина здания изменится частотный диапазон, который воспринимает конструкция. И я в свое время занимаясь машинами, машинами, вибрационными машинами, посчитал, ребята, а почему вы считаете, что коэффициент присоединенной массы бетона составляет 0,3? И провел моделирование достаточно широкое, но уже физическое моделирование оказалось от нуля до в два раза изменяется. Поэтому давайте подходить к научным результатам правильно, но осторожно. Вот если есть под них какая-то база, давайте делать. Больше скажу, мы тоже занялись пересмотром тех норм, которые представляли в свое время для утверждения к 2018 году. И у нас есть предложение, а как так сказать изменить? Давайте встретимся и поговорим. Ведь я Юрию Павловичу в свое время подолазил. Юрий Павлович, методы хорошие, давай создадим подоснову для расчета. Юрий Павлович сказал, да пошел ты, а кроме тех, которые на портретах примерно. Также получается таким образом, мы предлагаем свое и отрицаем все остальное. Давайте обсудим, не торопясь, совместно, не нарушая никаких, так сказать, эмоциональных упреков чей бы это ни было адрес. прошу прощения. Александр Юрьевич, вы передаете товарищу. Спасибо. Степанов, Александр Юрьевич, Минстровья России. Уважаемые товарищи, я хочу напомнить, что мы обсуждаем сегодня первую редакцию документа. уже накал страстей такой, как будто это вторая редакция окончательная и уже таблица замечаний подписана и ничего не учтено. На самом деле очень здорово, что такое обсуждение сегодня происходит. Я хочу сказать, что замечания приходят Минстрови ко мне. Они приходят в огромном количестве. Только за сегодняшнее утро три документа поступило. Сейчас я буду смотреть почту, придет еще. порядок даже не сядет. И так каждый день. Все это мы передаем Юрию Павловичу. Юрий Павлович смотрит эти документы и все они будут учтены при подготовке второй редакции и вписаны в таблицу учета замечаний. Замечательно, что такое обсуждение происходит. Мне очень понравилось, как сказал Карун Шофеевич. Давайте для того, чтобы сегодня решить задачу. Пока. Вот наверное так и надо поступать. Нам во-первых нужно сделать так, чтобы мы не усложнили жизнь проектировщику. Это раз. Во-вторых, максимально упростили по возможности за счет возможно применения новых методов расчета, новых расчетных комплексов, которые раньше проектировщик не применял с облядкой, а сегодня они будут записаны в своде правил. И самое главное, чтобы мы не породили новое количество спецтех условий. Потому что вот это вообще недопустимо. Может быть с точки зрения научного обоснования это оправдано, но с точки зрения экономики, за которую отвечает Минстрой, это просто недопустимо. в качестве примеров сегодня звучало уже и про раздел последствий изоляции. Он же существует, а в новой редакции отсутствует. Но учитывая, что это первая редакция, понятно, что это первое приближение. Если мы вообще туда не вставим, значит мы просто-напросто породим разработку нового вала спецтех условий в огромном количестве. То же самое касается раздела прожарной безопасности. Не говоря уже о том, что наши заклятые друзья из МЧС, которые сегодня старательно рисуют гильотину, которые отменяют в основном наши документы, пытаются они свои, только пожмут нам руку где-то там за углом и скажут спасибо, чтобы разработать собственный документ. И дальше они нам будут диктовать, так как они нам диктуют в огромном количестве своих сводов в правила пожарной безопасности вопросы объемно-планировочных и конструктивных решений. Это абсолютно неприемлемо. Ну это такой плач Ярославный по сути делает, для того, чтобы вы просто поняли, что Минстрой в результате отвечает за качество документа и за то, что будет после того, как этот документ будет принят. Подпись встает министр под приказом. И кто бы из сегодняшних, сегодня присутствующих здесь, а здесь присутствует вообще цвет науки, кто бы ни говорил, ни обосновывал свою точку зрения, отвечать все равно будет Минстрой в результате. и не дай бог, если в результате мы получим удорожание строительства, как, допустим, там есть необходимость расчета по одним картам, раньше было сегодня уже по другому комплекту карт. Если вернуть те же спецтех условия увеличатся. Поэтому у меня большая просьба. Все те замечания, которые поступили Юрий Павлович от работы, несомненно, и, наверное, если появится такая возможность у Академии архитектуры и строительных наук, все-таки вернуться еще раз к рассмотрению, когда мы подойдем уже ко второй редакции. Если это возможно, это было бы очень полезно и для качества документа, и для того, чтобы Минстрой был совершенно спокоен за то, что этот документ выходит проектировщику без подводных камней. Спасибо. Ближняя провинция, Тульский государственный университет, Максим Федорович Сергей Владимирович, заведующий кафедр механики и материалов. У меня будет очень короткое сообщение, которое не будет касаться нормативно-правовых аспектов, рассматриваемого в СП. Юрий Павлович, я считаю, что новая редакция СП это несомненный шаг вперед. И служу только по наличию одного примечания к разделу номер один, в котором сказано о том, что использование положений разделов 5, 6, 7, 8 не относится к транспортным сооружениям раздела 9 и гидротехническим разделом 10. Огромное вам спасибо. Но я считаю, что разработчики новой редакции СП сделали полшага или шаг вперед, два шага назад. Дело в том, что введенные примечания в тексте, но это, конечно, чисто внешний эффект, курсив и мелкий шрифт. Мы получили сигнал от ведущих проектировщиков в области подземного строительства АО Ленметрогипротранс, которые при первом ознакомлении с этой редакцией СП были просто в шоке о том, что, по их мнению, они не увидели этого краткого примечания, курсивного примечания и посчитали, что новое СП предлагает все методы, относящиеся или применимые к расчету наземных сооружений, теперь необходимо применять и для расчета наземных сооружений. Простите, я забыл сказать следующее, обратить внимание на то, что я представляю ученых, научных, ученых, которые разрабатывают новые методы расчета именно конструкции подземных сооружений. Поэтому, с одной стороны, утверждение о том, что раздел 9, транспортное сооружение, раздел 10 не претерпели изменений, несколько неправильно. Почему? Потому что в тексте существующей редакции, вот новой редакции данного СП, возникает противоречие между содержанием этого приложения к разделу номер 1 и пунктом номер 9. Почему? Потому что, главой номер 9, потому что, внимательно изучая транспортные сооружения, невольно делается отсылка к таблицам, содержащимся в разделе номер 7, в которых тоннели, как физически существующие объекты, не присутствуют. Они закамуфлированы в виде определений транспортные сооружения. Поэтому, у нас есть следующее предложение. Сделать прямое указание в рамках этого СП, предлагаемого СП, на раздельное рассмотрение подземных, причем не только транспортных, но и подземных сооружений другого назначения, как коммунальных, коммунальные тоннели, коллекторные тоннели и прочее. Я не трогаю гидротехнические, они выделены в отдельный раздел. И наземных зданий и сооружений. При этом, вот очень важный для меня пункт, для подземных сооружений предусмотреть необходимость выполнения проектирования на основе оценки наиболее неблагоприятного напряженного состояния подземных конструкций при различных направлениях и сочетаниях сейсмических волн с использованием именно научных положений, с использованием методов расчет, основанных на положениях механики подземных сооружений. В чем, в общем-то, мы можем оказать реальную помощь. Остальные более замечания, более, 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 ну, такого, технического характера, более мелкие, они представлены в виде соответствующей записки, я вам ее передам. Спасибо большое. Подготовки, они готовы. Они готовы. перейдем. Коллеги, я скажу так, может быть, какой-то преподавательский опыт в голове или все-то, вас есть, траток, то, что я хочу сказать. Самое главное, все, что сказано, должно противоречить законам физики. И те гипотезы, которые высказывали, в том числе, и строительные механики, и сопутствующих направлений сейсмикой, составной частью строительной механики, в таком физике не должны ни в коем случае как сегодня. В противном случае мы получаем не то, что хотим получить. И поэтому, то, что Евгений Николаевич сказал, я целиком и полностью поддерживаю его, и как коллегу, как уважаемого и крупнейшего специалиста в области сейсмики, и соавтора этой статьи, это как раз проблема спектра в ответах в опыте. Именно на этом построено большинство нормативных документов всех издейших стран. Конечно, вот так сразу это не внедришь, то, что у нас делается. Огромное спасибо Евгению Павловичу за проделанный труд, колоссальный труд, в самом деле, снимаем и делаем шляпу, которая сейчас сомнена. И здесь, конечно, нужно очень серьезно подумать на можем к теми моментами, которые могут вызывать определенные сомнения. и многие об этом уже говорят. Сомнения именно полного совместства законопризма. В противном случае, еще раз повторю, мы со временем можем попутаться с большими проблемами. И второй момент, который я хотел бы обязательно высказать, Феорс Владович, строители всегда пользовались на самом деле вашими наработками, ну, вашими, в широком смысле слова. И их интересует то, что дошло до площадки застройки. Все, что было до площадки застройки, это прерогатива всей слова. А строителю нужны нагрузки, которые имеются в районе площадки застройки, и их характер, который может быть вызван соответственно представлением не в том виде, в котором это представляет. А далеко, близко, вот находился эти центры, очаг и так далее, эта проблема для строителя находится на стороне из него, это то, что находится в районе площадки застройки. И специальные характеристики естественно доносят то, что могут донести, но не больше. И вот насчет шканой в данном случае встает вопрос, а почему мы не можно воспользоваться шкалой магнитуд? Для того, чтобы это было понятно всем, под шкалой магнитуд работали. Почему придумывается очень много вопросов? Почему люди хотят отойти от нее? Вот здесь, мне кажется, Федерис Владимирович, это ваше направление, которое должно дать нам ответ. Может ли шкала магнитуд работать на первом месяце? Все остальное работают на втором. Шкала нас ведут физически наиболее хорошо. Наиболее хорошо объясним и наиболее ясная структура на самом деле. Все остальное это уже процессы, над которыми мы стараемся работать. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Я хотел представиться Белостовский Александр Михайлович, там в афиляции неправильно написано, порно пишут уже третий год, что я в МВСУ работаю, это уже третий год неправда. Научно-исследовательский центр стадии Российской академии строительных налогов для понимания. Я разделил бы те вопросы, которые сегодня звучали, по которым нет единого мнения, как мы поняли, на две части. Как я всегда это делал и предлагал. Часть один это условное латание дыр, ямочный ремонт, как мы называем. Это выпуск документа, который в благих таких намерениях медстроя или разработчиков должен как-то устранить наиболее зияющие дыры или устранить какие-то непримиримые противоречия существующего СП. Это первое. И второе, с чего я обычно всегда начинаю, на чем настаиваю, это нормы нового поколения. Говорится об этом давно. У меня для этого есть определенная позиция и определенное основание для такой точки зрения, потому что уже более 43-х лет я работал в гидротехнике, в атомной энергетике, начинающей с тех далеких советских времен, где многое из того, о чем сегодня говорилось, Юрий Павлович говорил в частности, насчет пространственных схем, волновых, это было в порядке вещей. Да, существовал СНИП в 81-м году со звездочкой уже тогда, но никто его не пользовался с точки зрения консольной схемы, одной многомассовой. Да, это были прикидки какие-то, могли делаться все реальные системы атомных станций, гидросооружений, они уникальны, и требовали и использовали совсем другие подходы, которые уже тогда реализовывались в программных комплексах, с использованием современных уже тогда чистных методов, методов конечных элементов и частотной и динамической области. поэтому, конечно, то, что вот какие-то там вопиющие, да, архаизм СП устранен в части пространственной схемы, да, ну да, это там нужно было сделать, мы об этом говорили, насколько это хорошо сделано, это можно и нужно обсуждать, но это нужно было сделать. Меня там вполне устраивает более того, динамической области, да, то есть это я считаю надо убрать, я присоединяюсь к мнению некоторых, что вот расчет как бы трехэтапный или трехуровневый там с учетом прогрессирующего обрушения, да, это мне кажется заведет, ну я, как вы понимаете, занимаюсь реальными объектами и постоянно общаюсь в том числе с экспертизой, это заведет в тупик, так сказать, немедленно, да, из которого не будет выхода. Да, вот при первой же попытке пройти экспертизу с этим трехэтапным будет тупик, как с попыткой выполнить эти требования невыполнимые, так и с пониманием главной экспертизы, о чем идет речь, да, с чем мы еще сталкиваемся, если я говорю о первом документе, да, о том, который мы сегодня вроде бы обсуждаем, да, мы очень сталкиваемся сильно, я знаю, тут нет единой точки зрения, есть противники моей точки зрения, здесь сидящие в том числе, понимаете, когда, значит, расчетчик позволяет себе лишнее, там, не обращаясь, не оборачиваясь на конструктора, да, это плохо, да, мы это понимаем, почему, не знаем примеры, когда конструктор пренебрежительно относится к расчетам, да, это вот тоже, да, это тоже известные примеры, которые плохо заканчивались, да, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией постоянно, да, я не говорю о простых зданиях, мы занимаемся уникальными, особо ответственными, да, вот буквально вчера на той неделе в экспертизах, когда экспертиза говорит, есть нормы, вот как раз те самые, которые мы сегодня обсуждаем, там есть ряд конструктивных схем, которые описаны, да, и, так сказать, есть ограничения, да, которые мы должны там удовлетворять ваши конструкции. Опишите вначале, какой конструктивной схеме соответствует ваше сооружение, а это проект всемирно известного итальянского, значит, архитектора, да, никакой он не соответствует, да, вообще никакой. Нет, вы скажите, там, равная, равная связевая, никакой он не соответствует, наши расчеты, серьезные расчеты, должны как раз показать, да, обеспечена ли несущая способность, жесткость, да, и тогда уже мы можем говорить о том, имеет ли право эта конструкция на жизнь. Поэтому, я бы, вот, значительную часть разделов, которые содержатся, требования по соотношению, там, конструктивным, авторство которых уже забыто, вообще никто не знает, откуда это пришло, да, значит, на чем они основывались, по-видимому, на какой-то там выборочной эмпирике, да, я бы их перевел вообще в разряд рекомендуемых, потому что они в значительной степени сдерживают, например, применение инновационное, новых конструкций, новых решений. А посмотрим, если мы посмотрим, например, на современных архитекторов, они же ни слова по статье не дают, да, и в том числе для соисктивных районов проектируют и выигрывают тендеры, на самом деле, да, они не просто проектируют, а тендеры выигрывают, да, вот с такими весьма произвольными, значит, конструкциями. Вот Олег Варданович неделю назад, значит, такую конструкцию мог видеть, как раз, да, в этом ВСУ. Вот, приходили к нему с ним. Поэтому, вот если говорить о вот этом первом документе, хорошо, что есть еще время, да, некоторое, некоторое время, но до его выхода. Я сейчас не ставлю вопрос, нужен он, не нужен, да, предположим, нужен, да, в котором, в общем, привести в соответствие, ну, по крайней мере, со здравым смыслом, да, чтобы не ставить две стороны, основные стороны, вот те, кто работает с этим документом, а это проектировщики и экспертиза, да, с двух сторон, да, не ставить их в безвыходное положение, да, ну, по крайней мере, да, по крайней мере, не ставить. Теперь вот два слова буквально скажу о нормах нового поколения, да, об этом уже здесь говорилось, но не могу не сказать. Да, техническое задание, да, Анатолий Викторович абсолютно прав, если бы создали нам с лишним процентов, оно должно быть предметом научного обсуждения, это техническое задание, да, что мы хотим в эти нормы нового поколения, значит, внедрить, на что мы хотим опереться, есть на что опираться, да, вот были и доклады на эту тему здесь, в Академии, да, то есть есть передовые отрасли в России, в том числе строительные, я уже упоминал их, есть передовой опыт зарубежных стран, ну, прежде всего, американские атомные нормы, да, в этой области, где очень серьезные наработки нашли свое нормативное отражение, так, вот, я думаю, что если на этапе формирования и обсуждения ТЗ это все будет рассмотрено, то, наверное, ТЗ выйдет нормально, но это обращение к ФАОФЦС, прежде всего, Владимир Владимирович здесь сидит, да, научный руководитель теперь ФАОФЦС, как я понимаю, все-таки первым этапом, как и предусмотрено, должна быть не разработка норм вот этого нового поколения, а серия НИРов и НИОКРов, да, которая должна как раз базу дать, да, научную базу, да, научно-практическую базу вот этих норм нового поколения, и здесь найдут свое место и разработки сейсмологов, вот Ольга Витальевна то, что говорила, да, вот если мы думаем, что у сейсмологов есть одна точка зрения, вот есть такой массив сейсмологов, да, которые, например, работают в Институте физики Земли и рядом, да, и у них у всех одна точка зрения, абсолютно не так, Ольга Тенн, подтвердите, абсолютно не так, у них разные точки зрения на природу явления, на природу, на физику, даже на математику, да, на математическое описание, на то, как это правильно, да, реализовано, поэтому это встречное движение и взаимное движение, вот, вот есть очень право. Спасибо. Александр Александрович, я буду готовить. При разработке вот этого правила необходимо наблюдать следующий требует, непротиворечимость документа в отношении другим документам внутри себя наличие требований и способов их исполнения. Значит, в данном документе представлено пункт 6.5 предписывает для транспортного сооружения использовать карту С, несмотря на то, что объекты транспорта сегодня относятся к нормальному неответственности, в исключении уникальных, чем карта С по ОСР 2016. Пунктом 9.5 уже предписывается использовать комплект ОСР 2015, при этом используя свое правило СП-268. Это вот такой внутренний предприятие требований самого документа. Но если касается на требования, то для транспортного сооружения ни в этом документе, ни в СП-268 требований нет, тем более нет мероприятий по исполнению. Хотелось бы видеть и требования, и мероприятия, которые мы должны исполнить как партизовщики. У нас в связи с этим очень большие трения с экспертизой. Спасибо. Я один вопрос восьмого раздела конструктивного решения. Бори Закса Гатрилевич Институт Гиппродорфра и Главный Косов. Я, как и Анатолий Викторович, тоже где-то около полувека работаю и неравнодушен к этим нормам уже давно, 71-го года. Этот документ наверное надо одобрить не из-за того, что я член этого коллектива, я про короче куда-то сказал, а из-за тех подходов впервые, которые заложены в этих формах. Это ограничение сжимающих напряжение все пластики говорим, и молодые конструкторы вообще не представляют, что это такое. Это впервые, ну и есть конечно там в разделе стеновых конструкций есть минимальный процент армирования и стержневых системах и стеновых системах, где минимальный процент армирования. Я это не зря обратил на это внимание, ну во-первых я смотрел конечно зарубежные нормы, но я обратил внимание, я всю жизнь работаю на юге, Абхазии, в Саркавказской республике, Сочинский регион, что там творится, я не знаю где экспертиза или экспертиза региональная отдельно, отрос экспертизы, да, вы там увидите при 8-9 бальной сейсмике увидите там процент армирования 0,3 сечения совершенно, там уже все, там уже все уже, аварийное, уже обрушение, о чем мы говорим здесь, 3 по расчету. Поэтому я думаю из-за этого эти нормы не хуже было, тем не хуже в прошлом, только из-за 8-го я шучу, конечно, но и там соотношение есть, периодов крутильных и по первой форме ограничений и я думаю, вы знаете, я сталкивался в Краснодаре, да, что здесь восьми, на семь лихо уходили, это геофизика, это синтезмология. Я видел в Сочи 9-бальный район, это хоста за хоста, через хоста 9-бальный, да, подтасовка геофизики, геолога, сверху идет галичник, и там найти в этом регионе невозможно идти. Это сплошь и рядом Краснодарский рай, Кабарина-Балкария, там, и другие республики. Поэтому эти нормы, я думаю, шаг вот небольшой сделать. Что касается, наверное, здесь все единодушны, да, прогрессирующее обрушение, да, ну, это, не знаю, надуманное, я не думаю, что это надуманное в этой редакции, а вообще изначально подходит прогрессирующий это в лукавом. Я не знаю, чьей больной голове, это в сейсмическом районе, естественно, я имею в виду для сейсмического района, а не асейсмического района. Поэтому я думаю, надо одобрить эти, это не мне, надо было говорить, но это шапка. Естественно, мне понравилось, и вот Антон Викторович, я, к сожалению, я давно уже работы знаю, мы познакомились, хоть визуально, вся. Знаете, куларно ничто в нашем мире, я не ученый, я проектировщик. Не куларно. ТЗ, да, вот абсолютно правильно, не так должно рождаться, вот так должно. еще ребят здесь специалистов нет. И это не чиновники Минстрой должны решать, а мы с вами должны решать из привлечения, конечно, в проектировщики. Это будет самое главное, самое действенное, наверное, и мы получим на другое обсуждение по делу, а не какие-то там наши взаимоотношения выяснят здесь. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, Мусаев Вячеслав Кадырович, доктор технических наук, профессор, кафедра техно-сервной безопасности Российского университета транспорта. В истории человечества с более тысячи лет не корректируют три документа. Это Библия, Тора и Катар. Основные все документы, они имеют свою жизнь, адаптацию к жизни, и по мере накопления критической массы геновотворяют и собираются и создаются очередные документы. Это первое, что хочу сказать. Второй момент очень важный. Возьмем, допустим, для примера, для налоги, а мы ученые имеем, имеем право применять налоги. Возьмем фирму Microsoft. Они свою программную оболочку распространяют по лицензии, далее собирают своих пользователей, слушают, какие они нехорошие, и потом делают очередную версию своего программы Microsoft. Это тоже очень важный минус. Потому что производство и жизнь это комбинар, но нельзя остановить. Хаос это самое страшное, что имеется в нашей жизни. Поэтому должно быть правило. Пусть они будут до конца совершены, но они должны быть правило. Поэтому один документ нужно принимать. Далее что хочу сказать. Тут безусловно, представьте опять аналогию. Валюм, допустим, строится дом живой. Есть гемподрядчик, есть субподрядчик. Если они заранее определились, кто гемподрядчик, как вы думаете, такой дом будет с данным хвататься? Я считаю, что нет. Поэтому в этом сниде должны четко определить, кто гемподрядчик, кто субподрядчик. Я же гемподрядчик субрядчик принимает информацию, он анализирует ее, и каждый должен приказ понимать, где его место. Это очень важный момент. Демократия делает хорошее, но эти документы очень важны. Далее что хочу сказать. Нужно определиться, какую задачу мы решаем. Я считаю, что за основу нужно взять тростойный пирог. Сооружение, фундамент, основание. Из этого общего нужно получить частное решение. Когда кто-то начинает выдать частное решение, банки, нагрузки, оно к точке зрения знаний, науки, методических задач имеет отношение. Интересно. Но какое отношение имеет к этому объекту видит трехслойную пирог. То есть исторически так могут быть запутаны. И сейчас я считаю, что на этом документ надо ему дать зеленую лизу в жизни. Дальше надо собираться. И на основании фундаментальной науки искать общий мою дни. Спасибо. Есть ко мне вопросы, я готова ответить. Спасибо. Спасибо. Что надо приучить? Как Гурев Владимир Владимирович наложил подпадить от вам к церкви? Уважаем макарин, я думаю, здесь уже заседает долго. Я рискую повториться, поэтому я технические вопросы затративаю мы уже достаточно здесь обсудили широко и узко и так далее. Были разные мнения и эмоциональные. Поэтому давайте спустимся сейчас на нашу грешную землю и рассмотрим. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить Российское Академие РФ за то, что нам предоставило такую профессиональную площадку для обсуждения сложного информативного первого. второе значит времени для завершения работы на самом деле чрезвычайно может. Еще недель-то наверное остается предстоящие будет уведомление о завершении публичного обсуждения и по существу работу нужно переводить уже в финальную стадию. Поэтому здесь прозвучали различные предложения. Я бы так сказать из этих предложений наверное сформулировал так сказать одну задачу первое было конструктивное быстро так сказать вот те замечания которые выступили и кстати говоря поступали я с собой тоже захватил паточку замечаний сегодняшнего дня наверное еще авторы не получили но я сегодня их передам так вот значит это первое значит собрать коллектив уже редакционный но не редакционный с точки зрения так сказать там фраз запятых там и так далее понимаете да лексики а редакционный с точки зрения технической редакции и об этом говорил Рустам Даганович вот Александр Юрьевич из Минстроя тоже предлагал что вот надо что-то здесь может быть еще раз обсудить я думаю не надо еще раз обсуждать а я бы хотел попросить вот чтобы были рекомендации из числа так сказать вот раз кого бы можно было в эту редакционную так сказать комиссию там с группировки по блоку там допустим блок там 8-й там 9-й там 1-й там не знаю и так далее и быстренько подготовить редакцию которой можно было бы уже дальше направить на рассмотрение на экспертизу технических подкомитетов во-первых сократило бы время значительно во-вторых это бы упростило работу подкомитета дабы не опять не превратить рассмотрение экспертизы технических подкомитетов в очередное обсуждение потому что надо вот эти все итерации на какой-то стадии уже завершать понимаете мы сегодня обратили внимание говорили сначала о документе потом пошли о перспективах о развитии о документах нового поколения о разработке технического задания как его потом там рассматривать как его там удержать и все прочее это все в будущем давайте мы вот этот документ закончим потому что он находится в плане национального проекта министерство за национальный проект и не выполнить национальный проект мы все документ будет не у нас придет не рассмотрен за счет не выполняется на работу поэтому у меня уже ответное предложение к Виктору если можно было вас попросить все-таки вот сделать такую порекомендовать редакционную такую так сказать группу которая достаточно оперативно смогла переварить вот весь тот массив выключения предложений которые поступили за время публичного обсуждения в том числе за время сегодняшнего дела спасибо я думаю автор тоже воспринял вопрос который есть вопросы фактические которые касаются последствия данного документа которые должны быть выпущены и допущены документы должны быть установлены есть принципы и перспективы которые нужно учиться при построении нового документа который будет через 2-4-5 лет вот это вот достаточно объемно обсудили этот вопрос спасибо вам всем за внимание за работу спасибо